Всем привет! Продолжаем изучать iOS 10 и Swift 3 и темой нашего сегодняшнего урока будет многопоточность и те инструменты, с помощью которых в iOS она достигается это Grand Central Dispatch, GCD и NS Operation Собственно о них мы и поговорим разберем по отдельности каждый из этих инструментов Начнем с Grand Central Dispatch Для чего он нужен? Он упрощает управление потоками в приложении а также увеличивает отклик приложения благодаря возможности выполнять ресурсоемкие операции в фоне То есть, если мы скачиваем картинку с сервера и у нас в таблице есть еще какой-то текст кроме картинки, которую мы хотим показать у нас не будет застывания экрана, замораживания экрана и пользователь не сможет скроллить таблицу вверх-вниз пока не загрузятся все картинки Мы их будем грузить спокойно в фоне а текст, который уже загружен будет показан пользователю Также какие-нибудь сложные операции по обработке, например, видео или аудио их тоже можно выполнять в фоне и затем уже результат отдавать в главный поток приложения тем самым не блокируя пользовательский интерфейс что это самое важное не блокировать пользовательский интерфейс и не портить опыт работы с приложением Теперь давайте перейдем в Xcode создадим новый Playground и будем пробовать работать с Grand Central Dispatch Давайте начнем с небольших приготовлений сделаем необходимые нам импорты Начнем с Playground Support Обратите внимание, что тут есть кнопка запустить которая будет запускать Playground каждый раз, когда мы пишем новый код в ней Мы можем прописать следующую команду PlaygroundPageCurrent NeedsIndefiniteExecution и сказать, что это значение истина True Таким образом у нас Playground будет все время выполняться Нам не нужно будет его каждый раз перезапускать и сделать это удобно при асинхронных операциях У нас все будет наглядно и лучше видно Давайте напишем какой-нибудь простой цикл Например, просто который будет идти от 1 до 3 Давайте добавим итератор И будем выводить его значение Обратите внимание, в консоль у нас вывелось 1, 2, 3 Теперь давайте, чтобы симулировать какую-нибудь тяжеловесную операцию Добавим для простоты просто команду sleep на 1 секунду Таким образом, опять если взглянуть в консоль Мы увидим, что наши итерации 1, 2, 3 выполняются с задержкой в 1 секунду И если мы теперь после окончания цикла выведем log Что итерации завершены Обратим внимание на консоль Проходят 3 итерации И затем только выводится log iterations finished Можно предположить, что вот этот вот цикл Это и есть наша тяжеловесная операция Которая блокирует главный поток И поэтому iterations finished не выводится А как мы можем сделать, чтобы у нас независимо выполнялись 3 итерации И при этом выводился log iterations finished То есть нам нужно распараллелить две эти задачи Давайте создадим очередь Для этого напишем let queue И теперь вызовем dispatch queue Создадим ее Присвоим ей какое-нибудь значение Например, как правило, значения присваиваются в обратной доменной последовательности То есть есть такое правило Мы пишем com Теперь мы можем написать MultithreadingTest Итак, мы создали очередь и инициализировали ее Но пока у нас не добавлена ни одна операция в эту очередь Чтобы добавить в нее Мы пишем queue Async То есть асинхронно И код, который мы поместим в нее Будет выполнен асинхронно Относительно главного потока или других потоков Давайте вырежем наш цикл Отсюда Создадим функцию Назовем ее, например, iterations Поместим цикл в нее И теперь вызовем ее из нашей очереди Для того, чтобы вызвать, давайте поместим функцию Нужно поместить функцию выше, чем очередь в playground И теперь мы можем вызвать Обратите внимание теперь на консоль внизу У нас практически сразу же вывелся лог iterations finished А в это время параллельно у нас выполнились Три нашей итерации По логу мы можем видеть, что этот процесс прошел асинхронно Еще одно из свойств Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И следите за последними новостями Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok